Здравствуйте! Вы смотрите программу событий на телеканале Самарегис в студии Сергей Кизоркин. Главная тема дня. Признания на высшем уровне медики Самарского региона отмечены государственными наградами. В День памяти и скорби в Самаре открыли мемориальные доски героям Советского Союза. На торжественной церемонии побывала глава города Елена Лапушкина. Выполнить гражданский долг без риска для здоровья, как проходит подготовка пунктов голосования по поправкам в Конституцию в условиях пандемии. Признания на высшем уровне. Трое медиков Самарской области удостоились государственных наград. В День профессионального праздника, который ежегодно отмечается в 3 воскресенье июня, указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Об этом глава государства объявил накануне торжества во время встречи с медработниками, которые он провел в режиме видеоконференции. Ордена Пирогову будут вручены самарским врачам с формулировкой «За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, в том числе в период пандемии COVID-19». В числе награжденных Наталья Данилова, врач-инфекционист Самарской городской больницы номер 6, Татьяна Дергунова, заведующая отделением 4-й Тольяттинской городской больницы, и Наталья Кабанова, заместитель главного врача по детству Самарской областной детской инфекционной больницы. Мною подписан указ об учреждении для работников здравоохранения наград Российской Федерации, государственных наград за выдающиеся заслуги. Орден Пирогова в честь нашего великого врача и ученого, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя, а также медаль Луки Крымского в честь врача, святителя и подвижника. В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, ученые, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал. Тем временем медики продолжают бороться за жизнь и здоровье самарцев. За сутки в регионе зарегистрировали еще 63 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные в понедельник 22 июня опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Число заболевших в регионе достигло 4388. Еще 37 пациентов в регионе выздоровели. Всего с начала пандемии из больниц выписали 2272 человека. Число летальных исходов в регионе составляет 53. Сегодня в России день памяти и скорби. В ночь на 22 июня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Представители региональных и городских властей отдали дань уважения воинам-победителям и поклонились погибшим в Великой Отечественной войне солдатам. К вечному огню на площади славы они возложили цветы. В церемонии участвовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Они бились за мирное небо над головой и рисковали своими жизнями ради общей победы на полях сражений. В Самаре открыли мемориальные доски в память о героях Советского Союза Дмитрия Голосове и Михаиле Буркине. На торжественной церемонии побывала глава города Елена Лапушкина. Во время войны Михаил Иванович Буркин командовал 52-м минно-торпедным полком авиационной дивизии ВВС. Герой Советского Союза произвел 138 боевых вылетов, уничтожил завод и портовые сооружения в корейских городах, а также вывел из строя железнодорожный мост. В 1945 году по указу Верховного Совета СССР ему вручили орден Ленина и медали «Золотая звезда» за проявленные мужество и героизм. Сегодня в память о Михаиле Ивановиче на доме, где он жил, открыли мемориальную доску. В торжественной церемонии участвовала глава города Елена Лапушкина и сын Михаила Буркина. Он поделился воспоминаниями о своем отце. Как человек добрый, справедливый, старался делать для людей хорошо. И многие говорят, что на него обижаться был нельзя. Старался для всех. Еще одну доску открыли в памяти Дмитрия Голосове. Он командовал краснознаменной стрелковой дивизией 60-й армии Центрального фронта. Его солдаты участвовали в освобождении Курска в 1943 году. Его внучатая племянница Ольга Кекина возложила цветы к мемориальному комплексу. На сегодняшний день надо помнить и нельзя переписывать историю, потому что это мы все знаем со слов тех, кто воевал. Новые мемориальные доски героям Советского Союза устанавливают по проекту «Память героев». Его инициаторами являются представители городской администрации и участники Совета ветеранов. Я думаю, что наше молодое поколение должно знать своих героев и помнить, потому что они живут именно в героическом городе. Я думаю, что город Самара, он получит знак трудовой одобрения. В этом году в Самаре планируют установить еще два десятка досок в память о героях войны. Работа в этом направлении продолжается. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. О погибших в годы войны сегодня вспоминают во всех уголках Самары. Ветераны промышленного района пришли к стеле Яблонька почтить память героев этого поселка, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. Я помню глаза и слова. Не забудь убитым в последней атаке. Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Александрович Петухов не успел оставить автограф на Рейхстаге в мае 1945 года. Случай развернул его обратно в тыл. Эшелон, в котором он ехал на фронт, обстреляли лесные братья. Так называли оставшихся в тылу советских войск пособников гитлеровцев. На этом война для Валентина Александровича Петухова закончилась. Его отправили в военное училище. Он стал кадровым офицером, дослужился до полковника. Дважды в год, 9 мая и 22 июня, ветеран Великой Отечественной войны неизменно приходит к мемориалам почтить память героев. Я встретил 9 мая на вокзале, на морском вокзале, потому что я вернулся. И после того, как я возвратился в феврале, в апреле месяце, я уже завербовался в училище пехотное. Лепельское пехотное училище, которое было эвакуировано в Череповец. И, собственно говоря, вот это училище меня, значит, оградило от фронта. Минутой молчания и возложением цветов к мемориалу «Яблонька» ветераны промышленного района Самары почтили память погибших в годы войны. На стеле, начертанными на всех фронтовиков микрорайона, помнят здесь не только павших в боях, но и оставшихся в живых. В период самоизоляции ни один ветеран не остался без помощи и внимания со стороны районных и городских властей. 22 июня – это для всей нашей страны очень важный день, очень трагический день. И в этот день мы чтим память всех павших солдат. Я считаю нашим долгом всех людей, всей нашей страны чтить память и уважать и помнить историю нашей страны. Утренняя встреча ветеранов промышленного района у Стеллы «Яблонька» открыла торжества в День памяти и скорби. У мемориала «Войны славы» в течение всего дня сегодня будут проходить патриотические встречи для детей и молодежи. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Почти ли день памяти и скорби и участники движения «Волонтеры Победы» добровольцы накануне зажгли свечи и возложили цветы к памятнику легендарному самолету Ил-2 в память о погибших солдатах и тружениках тыла. А перед этим на парковке недалеко от монумента волонтеры-водители провели акцию свеча памяти. 22 автомобиля выстроились в пятиконечную звезду – символ Великой Отечественной войны. В Самарской губернской думе открылся музей, посвященный победе в Великой Отечественной войне. История подвига жителей запасной столицы представлены в подлинных документах и фотографиях. Особое внимание в экспозиции уделено военному параду 41-го года. Одной из первых в новом музее побывала Лариса Шалафаст. С таким небольшим ярким пропуском шли на военный парад куйбышевцы 79 лет назад. В 41-м в стране прошли сразу три парада – в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Причем столичный продолжался 25 минут, а куйбышевский – полтора часа. Долгое время о знаковом историческом событии не принято было рассказывать. Теперь ему уделено ключевое место в экспозиции нового музея. И парад показал, какая же мощность эта страна, каковы ее масштабы, сколько здесь людей живет, какая техника. В этом музее нет копий. Каждый документ – подлинная история. Культура, промышленность, быт. Каждый зал посвящен отдельной теме. Вы просто обязаны это все знать и чувствовать это. И все мы должны всегда помнить подвиги наших отцов, наших дедов, наших прадедов уже теперь, наверное. И рассказывать это надо и детям, и школьникам. Всем надо рассказывать. Сохранение памяти о подвиге предков – одна из поправок, предлагаемая в главный закон страны. В Конституцию предлагают записать, что Россия чтит память о погибших воинах и обеспечивает защиту исторической правды. Планируется, что музей в Губернской думе станет центром патриотической работы. Посещать его смогут самарцы и гости города. Записаться на экскурсию можно будет на сайте думы, как только будут сняты ограничительные меры. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В Самаре идет подготовка ко всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Главный день, который иден во всей стране – 1 июля. Но выполнить гражданский долг самарцы могут и раньше. Избирательные пункты начнут работать с 25 июня. Как будет организовано исторически значимое голосование, расскажет Мария Левина. Основной день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию намечен на 1 июля. Но выполнить свой гражданский долг можно будет, начиная с 25 июня. В четверг откроются пункты для голосования. Их в Самаре 367. Все они будут обрабатываться специальным дезинфицирующим средством, рекомендованным Роспотребнадзором. Комиссия разместится на нескольких этажах, чтобы избежать скопления людей. При входе к каждому избирателю измерят температуру и выдадут средства индивидуальной защиты. Глава города Елена Лапушкина поручила главам внутригородских районов лично контролировать соблюдение всех необходимых мер безопасности на избирательных участках. На этой неделе до конца голосования в ежедневном режиме лично контролируйте, как у вас отрабатывают управляющие компании, дома ТСЖ. Сейчас особое ваше личное внимание. Люди должны понимать, что они защищены. Проголосовать можно будет не выходя из дома. С 25 июня наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий будут работать с 9 утра до часа дня на избирательных пунктах, а с 15.00 до 20.00 выезжать по квартирам. Причем голосование пройдет бесконтактно. Кроме того, все избиратели, независимо от способа голосования, станут участниками беспроигрышной викторины. Всем, кто проголосовал, будет выдан флайер. Спасибо за то, что пришли на голосование. Этот флайер можно будет 1 числа обменять на своем участке на лотерейный билет. Будет предложено ответить на вопросы викторины и поучаствовать в лотерее. Прорабатываются вопросы и об избирательных участках, которые совпадают с пунктами проведения ЕГЭ. В них также проведут дезинфекцию. Мария Левина, Константин Головин, Василий Кладашов. События. Одна из поправок в Конституцию касается и защиты животных. В идеале все они должны иметь свой дом. Но и приют может стать вполне комфортным местом их проживания. Именно туда и отправятся 11 собак, которые беспокоили жителей домов в районе парка Гагарина и вблизи Института связи на улице Советской Армии. Городские власти на просьбу горожан об отлове отреагировали оперативно. Часть собак уже пойманы. Выезды будут продолжаться до тех пор, пока не отловят остальных. По распоряжению главы города Елина Лапушкина работа будет вестись ежедневно. Отправляйтесь сегодня до тех пор, пока всех не отловите. Ежедневно мониторим. Бригада там находится. Прокуратура Самарской области проводит проверку по факту случившегося в микрорайоне крутые ключи. По предварительной версии, рано утром в воскресенье в одном из домов взорвался газ. К счастью для жильцов, это не привело к пожару. Несущие конструкции не повредились и никто не погиб. В администрации города заявили, что уже разрабатывают план по восстановлению квартир. Андрей Горгуленко подробнее с места происшествия. Разбитые стекла, сломанные предметы быта и обшивка здания. В пятом часу утра в воскресенье жители 44-го дома в микрорайоне крутые ключи проснулись от громкого звука. По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа. Соседи быстро пришли в себя и помогли друг другу эвакуироваться. У нас наша входная дверь лежит, еще двери с пролетов, то есть подъездные двери стоят. Ну вышли, сначала паниковали, у нас бабушка живет по соседству, помогали ей выбраться. То есть все соседи скоперировались, вышли. В результате происшествия никто не погиб. Пострадали две женщины, 55 и 34 лет. Они доставлены в больницу Симашко с разными травмами. По данным Министерства здравоохранения, сейчас они находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. К серьезным повреждениям здания предполагаемый взрыв также не привел. Угрозы обрушения здания нет. Несущие конструкции не повреждены. В результате предполагаемого взрыва пострадали только межкомнатные и межквартирные перегородки. Дверь подъезда, а также припаркованные рядом автомобили. У многих оказались выбиты стекла. Для жителей дома городские власти организовали пункт временного размещения в школе-интернате номер один. Но все они отказались от временного переезда. И в палатке у подъезда ждали, когда специалисты осмотрят здание и разрешат вернуться домой. В городской администрации уже заявили, что разрабатывают план по восстановлению дома. Правоохранительным органам еще предстоит выяснить причины происшествия. Покуратура ведет проверку по факту случившегося. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. А теперь коротко о других темах дня. С сегодняшнего дня в Самарской области открываются все магазины. Согласно постановлению губернатора, с 22 июня в регионе разрешено работать торговым площадком при условии соблюдения специальных мер профилактики коронавируса. И посетители, и сотрудники должны соблюдать масочный режим. Кроме того, на каждые 4 квадратных метра площади торгового зала должно быть не больше одного покупателя. До сегодняшнего дня из-за COVID-19 в области работали лишь продуктовые магазины, аптеки, салоны сотовой связи и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости. Погоня в поселке Черновский. Сотрудники ГИБДД попытались остановить десятку водителей, которые нарушил правила дорожного движения. Однако он проигнорировал требования и попытался скрыться. В результате погони водителя удалось задержать. Им оказался 20-летний житель Самары в состоянии алкогольного опьянения. Что подтвердил и тест. Выяснилось, что в прошлом году парень уже был лишен водительских прав за такое же нарушение. Теперь ему грозит уголовная ответственность. В Самаре нельзя проехать по улице Гаражной, в границах перекрестка с третьим проездом. Ограничение движения здесь продлено до 6 утра 25 июня. Напомним, на этом отрезке специалисты меняют аварийный участок трубопровода. Работы стартовали 10 июня. В администрации Самары просят с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ. Автомобилистам следует заблаговременно планировать свой маршрут. Самара готовится к пляжному сезону. На набережную привезли больше 17 тысяч тонн песка. В ближайшее время его распределят по всем четырем очередям. Что нового появится на самарских пляжах? В этом купальном сезоне узнала Мария Левина. Вот так легким движением железные руки на первой очереди Самарской набережной распределяют песок. Его привезли на борже с противоположной стороны Волги. Свыше 17 тысяч тонн понадобится, чтобы приготовить все четыре очереди набережной к пляжному сезону. Работы начались сразу после того, как отметка воды в реке опустилась до 29 метров. С 15 июня, несмотря на ограничительные режимы, в Самаре открылись 14 спасательных постов. В планах установить лавочки, раздевалки и пляжные зонтики. В этом году появятся новые диваны-качели, мягкие скамейки с навесами и турники. Кроме того, в течение трех последующих лет обновят 30% уже имеющегося пляжного оборудования. Обустроить пляжи планируют к середине июля. Во многом это зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Пока действуют ограничительные меры посещения людей и общественных мест. Поэтому даже того, что пляжи не введены, на всех входах на пляжную территорию установлены таблички, которые предупреждают граждан о том, что посещение небезопасно. И в случае открытия пляжа, в любом случае будут указаны таблички на входах о необходимости соблюдения социальной дистанции по нахождению на территории пляжа и мер личной гигиены. Прежде чем пляжи откроют, их обследуют водолазы. Они достанут из реки мусор, а также убедятся в отсутствии воронок, чтобы определить места для купания. Эта работа будет вестись и после того, как откроется сезон. Самарцы говорят с нетерпением, ждут возможности понежиться на теплом волжском солнце. Конечно ждем, мы уже на посту. В прошлые выходные спрашиваем, когда же нам рассеянки поставят, когда там лавочки поставят. Вот песок завезем. Ну все, дождались. Это отличная прям, да еще такая красота, когда песок и пляж готовят к пляжному сезону. Это же отлично. Это все лето, оно пришло настоящее. И маска уже как бы так она есть, но ощущается. Но все равно все будет здорово, все хорошо. К санитарному содержанию пляжей уделяется повышенное внимание. Для сбора мусора установят 48 контейнеров и два бункера-накопителя. Вывоз отходов предусмотрен в ежедневном режиме. Уборка территории пляжа будет вестись дважды в день. Регулярно организуются пробы воды. Сейчас купание запрещено. Размещены черные шары и соответствующие информационные аншлаги. Пляжи будут открыты после завершения всех подготовительных мероприятий, получения разрешения, а главное – снятие ограничительных мер. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Хорошая новость для тех, кто не любит отдыхать на пляже. В Самаре возобновили дачные перевозки. В выходные на линии вышли 55 автобусов. Обязательные условия для проезда в них – соблюдение мер безопасности. Нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Сергей Родионов учится на художника в Санкт-Петербурге. Из-за эпидемиологической ситуации приехал на родину в этом году пораньше. Без пленеров долго сидеть не смог и отправился творить на дачу. Практика отложилась в связи с эпидемией, поэтому приходится самостоятельно обучаться. Живем в городе, это главный отдых на природе. А Валентина – дачница заядлая. В отличие от Сергея на участок едет не за вдохновением, а совершать трудовые подвиги. Говорит, не терпится взять в руки лопату и грабли, чтобы покопошиться в саду. В Самаре запустили 29 дачных маршрутов. 55 автобусов, как и в прошлом году, будут курсировать 4 дня в неделю. По средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Каждой вместимостью 104 человека. Первый день перевозок показал, что этого достаточно. Дачными маршрутами воспользовались меньше самарцев, чем в прошлом году. В каждом автобусе была возможность соблюдать социальную дистанцию. У нас продолжает действовать масочный режим, поэтому мы говорим всем, без маски на остановку лучше даже не приходить, потому что в автобус нас не пустят. К счастью, мы видим, что пассажиры с пониманием к этому относятся. Сегодня автобусы у нас отправляются и все в масках, все соблюдают. Остановки дачных автобусов не изменились по сравнению с прошлым годом. Среди них автостанция «Аврора», «Хлебная площадь», улица Георгия Димитрова. Исключение составила лишь улица Физкультурная, на которой сейчас ремонтируют теплотрассу. Так что автобусы номер 157, 185К, 198 будут отправляться от остановки площадь имени Кирова по проспекту Кирова с четной стороны. А автобусы маршрутов номер 146, 147 и 182 от остановки площадь имени Кирова, но расположены по нечетной стороне улицы Победы. Высаживая же пассажиров этих автобусов будут также на остановке площадь имени Кирова по улице Победы в районе дома номер 110. Пассажирам необходимо также учесть, что в этом году маршрутное расписание скорректировано. С ним можно ознакомиться на сайте администрации Самары. Кроме того, точное время прибытия автобуса размещено на остановочных павильонах и отображается в онлайн-приложении «Прибывалка-63». Стоимость проезда по сравнению с прошлым годом не изменилась. Все виды льгот на садово-дачных маршрутах продолжают действовать. Проезд по социальной карте, карте школьника, садово-дачной транспортной карте. Также возможен проезд без льгот за наличную и безналичную оплату. Дачные перевозки проработают традиционно до конца октября. Мария Левина, Николай Епифанов, События. И облака преграды не стали. Самарцы в воскресенье могли наблюдать частичное солнечное затмение. Луна не закрыла и десятой части небесного светила, вооружившись специальными линзами. Заявлением наблюдал и Андрей Горгуленко. Самарские любители астрономии в воскресенье утром переживали. Облака, которые растянулись по небу, могли помешать наблюдению за частичным солнечным затмением. Но в самый важный момент небесное светило все же показалось самарцам. И если для россиян оно было закрыто всего лишь на 8%, то жители Африки увидели полноценное кольцевое затмение. Это происходит тогда, когда у нас Луна находится слишком близко к Солнцу, и она своей тени полностью не загораживает Солнце, и мы видим как бы колечко по периметру Солнца. В целом по России был очень маленький процент этого покрытия. Где-то это видно больше, где-то это видно меньше, в зависимости от места расположения на нашей планете. В этот раз представители Самарского клуба любителей астрономии наблюдали за явлением по отдельности. Ограничительные меры не позволили собраться всем вместе. Но обычно такие затмения отмечают массовым сбором. Мы постоянно проводили мероприятия открытые, это и в городе, это и за городом. Астрономы выставляли свои телескопы, и все желающие могли подойти и посмотреть абсолютно бесплатно. Наблюдать за солнечным затмением лучше всего с помощью специальной техники. Бинокли, монокли, телескопы и объективы камер. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать про специальные светозащитные фильтры, которые затемняют слишком яркое солнце. Если этого под рукой нет, то всегда помогут повседневные предметы. Например, три пары солнцезащитных очков, наложенных друг на друга. Либо обычное стекло, которое перед этим нужно закоптить свечкой. Подойдут также тонировка для автостекол, сложенная в несколько слоев, и маска сварщика. Эти знания помогут в следующий раз. В этом году будет еще два лунных затмения в июле и ноябре. И одно солнечное в декабре, которое жители России увидят только частично. А вот полноценное кольцевое затмение получится увидеть через год, 10 июня 2021 года. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова